Привет всем выжившим! Ну что ж, Фаснахт вернулся, и как некоторые думали, его даже не перенесли, а само событие вышло очень даже прикольное. Причем за каждое событие мы вполне с большим шансом можем получить по несколько легендарных предметов, а также если у вас не изучены некоторые чертежи форнидоры, вы чаще всего получаете по две схемы, которую в дальнейшем вы не можете передать другому игроку. Само событие получилось довольно интересным, и как по мне оно куда интереснее, чем фарм кротов-шахтеров, которых мы искали по всей карте. И как по мне, конечно, событие не раз показало, что Fallout 76 куда более социально-интерактивное, чем какой-нибудь Elder Scrolls Online, но это лишь мое мнение, а вы свое пишите в комментариях. И кстати, чаще всего в конце события приходит легендарный ленивец, с него как раз-таки мы получаем второй легендарный предмет. Но, конечно же, не все так гладко, и торговые автоматы, к примеру, так и не вернули к работе. А как персонажа с одной силой, ну, вы даже не можете догадываться о моей боли. Также от себя добавлю, что некоторые неправильные переводы они так и не исправили, например, уклончивый и хороший ремонтник. Вроде бы мелочь, но все-таки иногда это мешает, особенно когда ты новый игрок. Но возвращаясь к событию, хочется сказать, что я все-таки рад, что они запустили Фаснаха. События действительно классные, игроки веселятся, проявляют эмоции, ну и, конечно же, вкусные награды, которые ты, кстати, можешь увидеть в описании под роликом. Но, конечно, есть и свои маленькие минусы. Например, игра в какой-то степени поощряет тебя, чтобы ты постоянно прыгал по серверам. И если это было нормально в Days, то тут, если честно, я еще не до конца привык. В любом случае, вы можете завершить событие на одном сервере, поменять его, и там на другом уже оно будет заканчиваться. А возможно только начинаться. В любом случае, вы можете легко получить сразу несколько или больше наград. Но вы меня поняли. Также хочется похвастаться, что в Nucleer Winter я все-таки выполнил испытания, и получил последний костюм. Ну и люстру. Если честно, выглядят они довольно классно. Учитывая, что я в Атомшопе еще ничего не покупал, то люстра выглядит особенно интересно. Само же событие о Фаснахе продлится до 9-го числа, и испытания в Nucleer Winter до 12-го, поэтому успеете все получить, играйте, развлекайтесь. А на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь, и берегите себя и своих близких. Субтитры сделал DimaTorzok.